забывать это все вот этот диапазон надо держать это есть то полоса вибрации как заполнять заполняться энергиями давать все команды силой своего намерения поступает энергия 7 потоков мое биополе наполняет до необходимого уровня и надо в это верить 1 2 3 и вот пошла эта энергия и поднимая свои вибрации до числового значения этот человек на себя просто спросить сколько мне надо получить к себе доступ самому и спросить сколько мне надо энергию и ты получат цвет цифру сколько мне надо вибрации ты получай опять цифру и вот эти цифры дать все команду поднимает до 27 герц что ответ был двадцать семь первый вопрос сколько мне нужно энергии я обычно спрашиваю верну так мы спрашиваем и себя мы знаем например сколько нам каждому нужно или кому-то другому это все видно вот эта информация насчитывается и так заполнил себя энергиями синхронизировали их чтобы они между собой с низких на высокий поднялись и это делается два-три раза в день утром стали сделали в обед подкрепили чуть-чуть энергии под заправили себя там на 200-300 процентов вот чуть-чуть поднялись и вибрации почут по ощутить важно этот момент как эти энергии текут их чувствуешь их чувствуешь когда они начинают тебя поступает на поступает и не только тогда когда ты достигнешь этого уровня этого ощущения что можешь их чувствовать вот это есть осознанность я бы хотела добавить еще по поводу этой шкалы эмоциональной про который говорил влад конечно же мы не говорим про горе или что-то трагедия да какая-то мы говорим про каждодневную жизнь когда человек привычки которые человек вот привык реагировать резко или кричать или как-то будут это дети или близне близне и кто-то семья то есть мы говорим про каждодневную жить ежедневной ситуации безусловно как удерживать бытовые бытовые ситуации например свое отношение к определенному какому-то событию да и знаю поведению ребенка или поведению мужа не знаю то есть менять себя и когда ты сам себя начнешь свое отношение менять к определенной ситуации твои вибрации они начнут устаканиваться и вы заметите как окружающий тоже поменяется архангел ханиил назвал это состояние умер умиротворения вот это умиротворение состояние то есть когда тебе просто вот хорошо душевно хорошо вот его надо искать это состояние и придерживаться его причем она как защита работает от внешней среды тебе уже чьи-то низкие вибрации тебе уже не важны потому что ты умиротворен и ты защищен от чьих-то вибраций да это есть защита но если она еще дополнительно даешь команду я выставляю себе защиту только на еще становится крепче и она этот защита с идет изнутри всегда всегда изнутри поехали дальше да расскажите были ли вы на каких других планетах ну может какие-то яркие моменты хотелось бы подчеркнуть и как вы передвигаетесь там опишите мы рассказали про передвижение у нас есть корабль есть у нас кораблик свой да космический вера всегда за рулем не пускает никогда поэтому иногда залетаем там на 800 световых лет куда-то в другую сторону да за рулем был влад один раз только когда мне было совсем плохо был такой момент у нас доставляли и домой до влад за рулем были такие моменты могли работать вот мы еле поднялись наверх сделали комнату почистили себя и вот был момент да есть кораблик у нас на котором мы передвигаемся он защищен мы на нем и передвигаемся например в принципе по космос мы можем свободно по вселенной передвигаться но для более серьезных таких путешествий например на плеяды там давящая такая атмосфера которая нам не подходит нам надо обязательно быть еще в дополнительной защите то есть находиться в корабле в их корабле который выравнивает вот это все давление мы хотели полететь на плеяду уже договорились нас уже приглашали 20 раз и и получилось так что нас эти отравили и поэтому у нас не получилось улететь чем это ближайшем да мы ближайшем будущем полетим обязательно на плеяды плеядцы разгребем немножко разгребем немножко да то есть у нас очень мало времени вот для каких-то полетов тоже у нас нет времени на вот эти как я уже сказал разговоры с мертвыми душами на ченнелинг с непонятно кем они понятно о чем о том что случится и все это у нас нет никакой пропаганды в плане того что надо делать какие-то вакцины или не делать это мы дистанцированы полностью от физического мира нас единственное что интересует это конкретный человек его конкретная ситуация наши клиенты могут подтвердить что мы никогда мы даже не знаем где они живут в каких странах нам эта роль и не играет нам надо имя фамилия фотография человека день его рождения его согласие просьба нам мы его находим да я еще хочу добавить что мы работаем вдвоем то есть у нас нет других слиперов гипнологов какой-то большой команды и по поэтому время в трансе она на самом деле бесценно там там она она притекает по-другому до каждая секунда то есть ты уже влад пока вот говорит уже ответы уже идут пока он еще что-то скомандовал уже полон и какой-то информации по не совсем по-другому течет время и вот эти секунды они они растягиваются поэтому секунда может быть действительно как год там по ощущениям там нет времени просто и это все держится на нашей энергии на нашей энергии на вере на энергии на моей энергии вот и мы работаем с ней в связке я то что вера говорит я это знаю я это вижу и поэтому то есть тратить это время на на какие-то ченнелинги да как уже сказал влад но у нас пока нет этого времени в трансе потому что ну мы можем использовать это время на помощь людям наверное если так будет что знаете я вам так скажу у нас есть такая возможность дополнительные ресурсы времени может быть дойдет до ченнелинга пока у нас есть такая возможность нам не надо в общем-то делать этот ченнелинг и разговаривать с кем мы не видим мы можем его пригласить к нам недавно у нас был сеанс и у одного из наших клиентов был куратор ну вот например архимед тот самый архимед а где видео есть есть у нас видео с архимедом и так далее а нет подожди подожди он не дал по моему разрешение надо будет спросить разрешил он или нет он напомню не разрешал я не уверен надо будет посмотреть замечательная душа просто он говорил мы его еле остановили вера ему задавала один вопрос и вере я задал вопрос и он пять минут отвечал причем такой информации неимоверны то есть очень очень приятные из такие души мы можем вызывать боже любое божество мы можем подниматься к архангелам мы можем призывать просить их помощи в реальном реальном времени то есть когда мне надо там энергия архангела рафаила я ее прошу она поступает через две-три секунды уже моментально вера его видит он рядом они не входят к нам они там находятся но это наша работа практически помогать людям а не засорять или там развивать или освещать или продвигать кого-то в их духовном росте это человек должен уже сам подойти возможно через все эти виды чтобы понять что есть что существует возможность вот этого демона реально убрать и не надо его бояться до такой степени пусть они тебя боятся а боятся они тебя будут тогда когда в тебе есть огонь божественный а если в тебе да и вы даже не делаете как работу как просвещать но оно так получается когда приходят кураторы и рассказывают люди задают в принципе одни и те же вопросы не особо но настолько разные кураторы я от этой части видео я просто обалдею некоторые пересматриваем переслушиваем потому что информация это очень высокие души которые становятся кураторами других людей в этой жизни это может быть как мы видели богиня элада или может быть там другие например у архангелов очень много своих учеников и учителей и так далее то есть это уровень там разбросан вот вплоть до того что один был куратор я вообще говорит удивлен что он достучался в этой жизни до меня я уже на нем крест поставил был и куратор который приходил к клиенту с алкоголем и выставлял поднос с алкогольными напитками и вот так вот и поднос подставлял я ей тошнило а он проверял насколько она действительно сильна этой воле есть и такие то есть разброс вот сколько людей сколько характеров столько и ситуаций я бы хотела добавить опять да как же я стараюсь то есть когда я вижу кураторов в трансе я вижу их характер и я стараюсь объяснить это всегда передать этот характер помимо того что они еще говорят то есть передать характер потому что они настолько все разные и в одежде и характер именно вот то есть энергия которая от них идет кто-то смеется кто-то очень серьезный кто-то ругает своего подопечного тонкую копию то есть они все настолько разные я не знаю как мне это удается но я вот стараюсь еще донести именно характер этого куратора кто-то на карете приезжает кто-то на коне кто-то из цветка превращается кто-то энергия вот мы разговариваем с энергией никогда не был человеком или она была вода которая была приходила мы разговариваем с водой которую у нас есть водопады свои вот та же живая вода и кристально чистый водопад это родные брат и сестры это родные сестры вот так я написал текст на очищение с водопадом ко мне идет идет информация и когда мы проверяли этот текст вода поблагодарила нас за этот текст за эту оду которую мы написали для ее сестры и сказала что мы можем ее призывать тоже вот так вот мы идем от ступени к ступени и то что мы публикуем действительно практически ну большинство наших сеансов у нас нет этого плана все что я говорю это все идет от ситуации нету этих текстов нет есть просто пункт отсюда сюда и сюда все это в зависимости я иногда поражаюсь мы сталкиваемся с чем-то новым и влад моментально находит слова какие-то выравнивает эту ситуацию или же наказывает чем-то то есть да это все по ситуации действительно а я не знаю откуда это идет поэтому я больше чем уверен что и помогает идет информация сверху ну и я еще хочу добавить про кураторов то есть должны понимать что все кураторы это это энергии но приходят они к нам именно в том виде в котором мы ну доступны что ли чтобы не напугать нас или обозначить как-то себя то есть имени и опять-таки по уровню росту и имена то же самое это именно вибрации созвучны с буквами алфавита да это не чисто их имена но эти имена похожи на вибрацию потому что там нет имен как таковых то есть это энергии вибрации которые приходят в определенной форме знаете я еще когда смотрю когда вы делаете подарки кураторам что они заказывают это тоже очень интересно вот когда вы дарите корзину ягод или там молоко или еще то что они хотят я себе думаю боже мой мы же это имеем здесь и оно как-то так не ценится как они воспринимают какие воспоминания как это все пахнет надо ценить люди не понимают то что мы здесь проходим живой опыт и мы это чувствуем и мы это можем попробовать и на запах и по всякому в общем это тоже научили меня меня кураторы этому научили это очень важно подарки это такая вещь во-первых мы первый раз столкнулись с этим когда мы по моему Вера когда мы спросили у твоей подружки на планете вот этой мидкрагн на которой мы были там где Вера родилась Вера родилась на планете где рождаются души это очень интересно там действительно рождается души это живая планета она там постоянно день там постоянно и вот Вера с ней общалась мы спросили когда что она хочет получить подарок от нас и она сказала единственное экологически чистое что у вас еще осталось на земле это ваши ягоды мы тоже об этом не знали и с тех пор мы всем ягоды хотят они или не хотят получается уплоченную и никто пока и никто и никто ну кроме архангела архангела никогда от нас ничего не берут да Вера энергия только цветы мы по моему один раз сделали да а так нет нет а так они никогда ничего им это это интересно более низким так сказать душем вот наш например волк куратор волк это волк это хранители знаний вот мы дошли до этого уровня когда нам дали этого куратора потому что развитие видать пошло так и вот наш куратор попросила его куратор нашей группы попросил сделала запрос он посмотрел как мы работаем дал нам оценку и через пару недель нам объявили что у нас новый теперь куратор с учитель с новым учителем у нас безусловно появились новые возможности новые знания и дополнительные как дополнительные то есть старые остались дополнительные да но первые сеансы когда у нас проходили это было очень интересно это когда вот мой куратор верен куратор наш куратор общей группы и вот они между собой разговаривали да нет пусть сами сделают да нет надо помочь надо подсказать и вот это вера все это переводит вот так постоянно но потом все стало на свои места сейчас они приходят только когда мы их приглашаем они должны только так приходить вот все безусловно помогают все нормально ну атаки это такое дело что не бывает боксера без синяков если ты другим мордой бьешь что ты ожидаешь то правильно ну это ваше развитие мы делаем свою работу вот они делают свою работу и вот так вот устроен этот мир и все чему-то учатся это тонкий мир это тонкий мир да и хотела спросить чтобы увидеть этот тонкий мир где вы учились что это за школа гипнологов и слиперства можете ли вы что-то рекомендовать и есть такая информация что если разные школы вы немножко коснулись этого момента что есть темные школы как как понимать для тех кто посмотрит видео заинтересуется захотят тоже помогать людям как как отличить истины от темного как не попасть туда ну вопрос такой как сказать очень обширный на самом деле я старалась да я не буду рекламировать я просто скажу что я благодарна еще раз школе которой вот мы отучились мы получили какие-то базовые знания а дальше мы развивались сами черная школа или белая школа то есть это будет понимать наверное тот кто учится и тот но это идет опять же изнутри понимая сердцем чувствую смотри и то есть информация вокруг нас это будет зависеть от человека который выберет то есть наверное его направят туда куда им нужно скорее всего информация будет для него более доступна понятно у меня немножко другое мнение по этому поводу и оно отличается от мнения Виры дело в том что когда у человека есть выбор это одно дело но когда человека например ведут какую-то групповую медитацию ведут как ему дали основы Вера человек сам соглашается идти туда например я не соглашалась на групповую медитацию а 99% согласились и Верочка так вот я тебе хотел объяснить что и мы у тебя вытаскивали этот эгрегор если ты помнишь вот этой школы и у меня вытаскивали эгрегор этой школы то есть в этой школе происходила подключка ну эгрегор он же это же и есть энергия того куда ты идешь Вера понимаешь то есть кто учится он получает лицензию конечно же у него есть эгрегор так же как у медработника хорошо давай поговорим об этом эгрегоре христианский эгрегор или другой религиозный то есть это эгрегор человек это выбор человека я тебе говорю за конкретный случай из-за конкретного эгрегора который я вытащил и сидел в моей клетке Люцифер 98 герцовый ну у тебя да высокие цифры всегда у меня все попроще я просто в двух словах хотел сказать что каждый человек должен сам себя спросить внутри надо ему это или нет это имеет свои опасности для того чтобы это видеть и вообще подниматься надо знать правила такие как правила астрала правила мироздания иметь доступ в астральном мире да действительно есть доступ действительно есть место где в астральном мире дается куратор на пару когда вы начинаете учиться кто доходит до такого уровня вот есть люди которые остаются на каком-то там маленьком уровне есть которые работают уже с кураторами с учителями есть выше и выше и выше и так далее и так далее то есть каждый человек здесь конкретно не скажет если вы подумаете захотите в какой-то учиться школе пожалуйста но вы должны это для себя обосновать соответствует ли ваши вибрации вибрации этого учителя например видео которого вы смотрите если ответ будет да соответствует мне нравится то есть тебя куда-то ты должен выбирать то направление или школу которая тебе приятна по вибрациям это то что безусловно да но здесь должна быть соответствующая аура у этого учителя например такие как ну выражение ну как сказать вот первое что мне бросается я представитель абсолютно на земле и только я имею право передавать какие-то знания это до такой степени абсурдно что в общем-то даже и объяснять не стоит ну вот например думать что сразу ты после окончания школы станешь сразу же сильным гипнологом или слипером тоже ожидать не стоит это путь это очень большая работа мы все это все это время сколько работаем с верой мы регулярно вот это и называется и раскачка слипера это именно то почему вера является верой только из-за этой работы которую мы проводим с каждым сеансом она становится сильней приходят новые знания это тяжелая работа и эта работа она всегда делается вместе с кем-то если кто-то утверждает я один владелец этих знаний властелин колец то вам надо развернуться на 180 градусов и сказать какое счастье что я столько денег не потратил не выкинул на абсурдную какую-то в общем-то идею который меня еще может подключить какому-то эгрегору об этих случаях я говорю я не буду конкретных называть и так далее вот есть очень много порядочных сильных гипнологов и слиперов я наблюдаю пару каналов есть люди которые работают чувствуется ради хобби есть люди которые душа лежит у них этим заниматься и нести эти знания есть откровенные аферисты откровенные аферисты фантасты причем с пятизначным количеством подписчиков и так далее где смешатся все и мухи и котлеты и все преподается есть каналы где например ратуют за то что выходите в астрал выходите общаетесь с высшим я знаешь о ком я говорю и вот там только вы выйдете вот это облако пристать если тут влазит ваша голова незащищенная и тут на нее напрыгивает дракон тот же грей тот же арахно и спрут и все сразу и вы возвращаетесь из этого астрала и этого я деву марию видят они дева мария была вы увидели голограмму а вас даже не научили какие проверять вот поэтому я говорю какой вред ведут такие знания людей толкают в астрал они получают подключки подсадки импланты чипы и датчики и потом думают а что ж такое у меня какие-то странные мысли во сне этом летаю драконы какие-то я вижу это дракон ему уже начинает его программу свою показывать грей ему начинает из него грей делает вставляет ему в позвоночник штырь вот такой демон потому что он опустился на какую-то чистоту где-то испугался то достаточно то есть там цепочка идет таких ряд реакций как ты видишь у нас каждом человеке сидит от пяти до семи интерферентов бывает очень сильный где он один сидит может все другие разбегаются но это редко вот поэтому вот такая ситуация вот такой ответ больше я думаю в этом отношении ничего добавить или вера что-то хочется сказать добавлю обязательно если вы уже за свою жизнь дошли до того узнали вообще что это существуют такие школы до которые готовят гипнологов слиперов самогипноз информационный энергоинформационные и то есть если вы уже дошли до этого и вы думаете надо или нет я говорю что вам нужно продолжать свое обучение и свое развитие то есть если у вас есть сомнения я говорю что нужно дальше учиться получите знания а что вы с ними будете делать это уже будет зависеть от если у вас ну что то есть какое то дальше как сказать потенциал и узел судьба там что-то что должно что вы должны быть в этой теме вы будете там и дастся вам и правильный напарник и то есть вы найдете свой путь все равно но всегда нужно иметь свое мнение выбираю ну и школу и обучаясь и то есть не надо бросаться как как волшебство какой-то нет это работа трудно упорная работа это время которое вы не посвящаете своей семье не посвящаете своей обычной жизни то есть это затраты и временные затраты и не выдать вы должны понимать почему вы делаете то есть абсолютное до понимание почему вы идете туда если вы уже ну и спробовали так как я говорю у нас у всех какой-то свой багаж кода рейки у кого-то тара у кого-то у кого-то это что еще космоэнергетика какая-то то есть кто-то как-то связан с этим и как кто-то как-то пришел то есть это не было сразу вдруг гипноз да это какой-то путь который каждый человек прошел узнав об этом и вот я поэтому говорю если вы уже дошли до этого до этой черты несомненно обучайтесь но своим мнением со своими какими-то понимаете как сказать принципами что ли то есть вы должны понимать что у каждого свой нельзя вот так просто получить знания и и не развивая их просто идти 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 то есть вы должны и дальше развиваться вот если готовы к этому если вы готовы терять время и развиваться и быть в этом трансе и посвящать вот себя этому то надо учиться если вы готовы вытаскиваете себя демонов игре драконов рептилоидов 24 часа в сутках то есть то есть надо знать на что вы идете и какая опять у вас мотивация это нас другие цели с верой был у меня этот путь уже привел меня к нему веры свой путь то что нас соединили это действительно магия когда находится две души мы с верой никогда друг друга не видели мы никогда не встречались с ней мы знакомы как с тобой онлайн да мы в общем то никогда не испытывали необходимости встречаться потому что мы встречаемся с ней каждый день в астрале то есть практически мы друг мы уже знакомы с друг с другом и это магия когда вы нашли ту половинку с которой вы работаете и это важно держать этого человека если партнер не соответствует на какие-то по вашим этим вашим ценностям то есть у вас начнутся какие-то разногласия здесь просто вот или люди сходятся как действительно нашли друг друга или притирается или не получается вот а то есть это тоже терпение у нас тоже бывает понимание и были и это мы взрослые люди то есть это баланс то о чем мы говорим абсолютно верно это то же самое как в семье ты где-то промолчишь где-то скажешь где-то поговоришь то есть где где-то нож и спины вытащишь где-то петлю из горла как у всех дома по счетах до боевой вариант скажем так и причем реальные боевые вещи вы должны просто понимать что это же демон 30 герцовый 20 50 герцовый он в состоянии вас за очень короткое время уничтожить если он получится ответствующий если он такую цель и так далее то же самое ловец душ знаете такое выражение как человек овощ вот это есть люди у которых нет души и украли биоробот это вот это то что мы видим вы видите меня это мой биоробот я вижу вас это ваши биороботы вот но практически мы все биороботы это наши тела называются я имею ввиду именно это состояние когда человек не осознает вообще ничего вокруг вот его нет вот это есть когда нет его присутствия его душа работает где-то в других мирах и вот таких случаях мы сами с ними недавно сталкивались возвращали такие души точно страшные вещи которые есть поэтому еще раз тем кто хочет этим заниматься вы должны знать не только прекрасных сторонах общения с со своими родственниками или хроники акаш или высшее я но и то что у вас может могут душу украсть очень легко и и надо возвращаете надо знать как и в какой школе вас этому научит вот этот меня вопрос путь своей школу у нас пока нет мы у нас тоже спрашивали этот вопрос насчет школы мы сказали у нас нет намерения сейчас сделать свою школу если у нас будет школа так это будет скорее всего мастер-класс для состоящихся пар и именно те которые уже работают которые могут показать свои работы которые действительно вот на каком-то этапе мы можем посмотреть сферы и сказать то здесь было бы неплохо порекомендовать такую технику и так далее и так далее вот такого только плана а вот это рубление бабла в школах слиперов и гипнологов это ребята без нас мы дарим свои знания мы даем все что мы делаем мы опубликуем учитесь включайте голову слушайте не зря вам эти ситуации показывается это есть саморазвитие она вам даст больше чем любая школа боевого гипноза и еще хотела бы же тоже коснулись немножко темы что есть разные гипнологи и слиперы есть искренние те которые видят а есть те которые как верочка за что-то придумывают глаза закрыла не закрыла уже что-то там еще не успела войти в транс уже все говорит людям которые хотят получить помощь как отличить вот это попсовые на свечи на канал и сердце слушать на самом деле я никого не обсуждая не говорила что кто-то придумывает и вообще очень мало смотрю пару мне не остается временно все на это понимаете то есть я отношусь к этому как работе отработала мне надо дальше жить у меня есть семья у меня есть работа мне есть какие-то вещи которым нужно радоваться понимаете то есть я не смотрю других гипнологов и слиперов каждый идет своей дорогой каждый выбирает свою пару какую-то я имею ввиду людей кто хочет есть такое нам тоже писали смотреть нам тоже писали вот я смотрю ваше видео срезонировало вот это и ответ на есть у кого-то резонирует у одного человека у кого-то резонирует у нас свои вибрации это правильно так и должно да и вот когда вот эта резонация происходит я могу просто конечный результат подсказать вот когда к нам ангелы поцела посылает своих архангелы посылает своих учеников или так далее так вот так вот она и ведется случайно включается видео срезонировала или там какой-то высший уровень привела душа так сказать помощника или куратора и чтобы мы сняли с нее у нас была даже женщина с которой мы сняли родовое проклятие ради чего она вообще пришла на эту землю да мы сами в таком шоке в принципе были такого еще не было на такие вот ситуации то есть если вы смотрите чью-то работу вам нравится вам нравится как что люди делают как базар большой пожалуйста вот сердце ваше отвечает ему вибрации такой же мне это поможет значит вам это поможет если вы думаете а вдруг поможет то а вдруг не поможет какой вопрос такой ответ какой позыв такой ответ ну на сегодняшний момент у меня уже закончились отлично может как раз полтора часа отработали сегодня для меня не пролетели как две минуты да вот столько мы проводим с верой и еще в два раза в три раза больше вот это как раз о чем я говорю баланс то есть балансировать нужно чтобы везде держать под контролем вера всех это получается хорошо они все под контролем игры и рептики по ночам драконы приходят фату одевает гуманоид все нормально но она успевает все сделать это важно хорошо организовано она всегда впишется тем более у веры утро когда мы работаем это у меня уже закончился вечер у нас разница девять часов с верой то есть когда у вас 10 вот то есть когда вы мы спать тут ложимся она только просыпается вот такая разница но и тем не менее это не влияет нет времени нет расстояний есть общая страница конечно конечно я вообще такая счастливая что у нас получилась такая экспромтом встречи так надо было так надо было хорошо будем заканчивать если больше нет вопросов благодарим всех за вопросы которые нам прислали надеюсь одному кому-нибудь двум трем людям мы сможем нашими ответами помочь потому что меня в принципе мало кто видит видео веру видят все закрытыми глазами мы действительно вот люди там один кто-то написала бы вообще есть никого не видно вот там и есть вот мы вот вера вот я так что все нормально вот виктория хорошо будем прощаться всем всего доброго я вам тоже очень благодарна за эту встречу просто мне какое сердце полной любви к вам я всегда смотрю ваше видео и у меня просто вибрации совсем другие мы тоже всех любим благодарю виктория за вопросы спасибо большое всем высоких вибрации высоких вибрации высоких энергий слушайте свое сердце вот и если вы чувствуете что-то нужно изменить меняете но лучше в положительную сторону конечно 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 у нее крылья у веры крылья у меня крылья так что куда нас выхода нет по любому увидимся я еще буду просить вас немножко поддержать меня когда наступит такой момент устроим это состояние действительно счастливый человек видно светится идет и гармония какая-то от вас она гармонизирована полностью синхронизирована сейчас видно даже ауру видно хорошо на белом фоне сейчас все осознанно и этот ребеночек это тоже все осознанно мы его приглашали и теперь ждем очень будет хорошо все будет хорошо больше чем уверен напишешь когда мы с верой подключимся поддержите меня поддержим наши энергии пошли мы обязательно спасибо большое хорошо прощаемся со всеми до новых встреч